здравствуйте продолжаем практику и сегодня мы переходим к визуальному каналу соответственно немножко поработаем со зрением с визуальным каналом я предложил внутри этого процесса несколько таких акцентов несколько упражнений цельных можно поисследовать как работает собственно визуальный канал в зависимости от вот изменения акцентов некоторых внимания окей обычно начнем просто с определения своего состояния как мы сейчас как вы телесно себя чувствуете как дышится кого настроение по звуку гонга мы пересечем пространство нашей практики пойдем же в настройки мы можем почувствовать свою позу еще раз если нужно поправить ее все с удобнее устойчивее затем вот сейчас как раз мы обычно начнем с визуального канала можем уже сейчас да будем осматриваться в пространстве замечать как по мере встречи с какими-то объектами которые есть вокруг вас какие-то из них ближе находятся какие-то дальше какие-то выше или ниже них есть разные цвета формы как мы можем замечать может быть оттенки различных отношений с ними нас влияет цвета удаленность от объекта потом мы чуть подробнее в это пойдем на сейчас можем можем замечать это это момент можно посмотреть перед собой отпускаю взгляд позволяем его расфокусироваться смягчиться тоже обнаруживаю разницу когда вы не фокусируясь специально на объекте позволяете взгляду так немножко расплыться как будто впустить себя больше пространства меняется ли что-то для вас это мы также можем вспомнить что пространство есть там где мы его не видим над нами по бокам сзади с всех сторон под нами есть опора который можем чувствует тазом пускай на нее вес приходим больше присутствия просто чувствую видя слышу этот момент можем позволить глазам закрыться на время то есть то что меняется от этого когда визуальный канал шоу засприятия что начинает него больше приходить проявляться в нем можно поддыхать несколько раз поглубже отпуская выдох смягчая его удлиняю позволяя ему спокойно долго истекать отпуская телешние напряжение если они есть теле позволяя весу стекать вниз затем чувствую таз чувствуем опору можем также чувствовать вот эту срединную линию вертикальную линию чуть-чуть потянуться за макушкой утапливая подбородок горло при этом и затем качаемся всем корпусом вперед-назад из стороны в сторону обнаруживая центральную линию вот вертикальную ось и соберем все вместе тяжелый таз чувство вертикальной оси внутри макушка как будто бы подвешена подбородок слегка утапливается в горло плечи руки стекают вниз вес рук и плечи вес всего тела стекает вниз протекая сквозь тазовые кости и животное можем отпустить если он втянут и так кто усаживается усаживается располагаясь в этой форме в этой позе чувствую как он влияет на нас в этой форме Хорошо, и на следующем этапе можем вспомнить о своей мотивации, практике. Зачем мы здесь сегодня посвятить сегодняшнюю практику чему-то значимому, важному для вас? Сейчас, сегодня, но может быть в целом для вашей жизни. Если слова Будда, Дхарма и Сангха имеют значение для вас, можем также их вспомнить, напомнить себе о них и посвятить практику им тоже. Продолжение следует... Затем снова вернемся к телу. Давайте пройдем по отдельным участкам, наполняя их вниманием, замечая, что у них меняется, когда мы чувствуем их. Начнем с глаз, мышцы вокруг глаз, пространство за глазами. Нижняя челюсть, если мы ее отпустим, чувствую ее вес. Язык во рту, как он чувствуется. Лицо, кожа, мышцы, все лицо. Затем затылок, шеи, плечи. Плечи могут потечь вниз, еще больше за весом рук. Сами руки, их вес, как они лежат спокойно. Спина. Здесь можем почувствовать дыхание в спине, как она движется на вдохе и на выдохе. Лишние напряжения могут стекать вниз вдоль позвоночника. Затем распространяем внимание на всю грудную клетку, чувствую, как она расширяется, поднимается и спускается. И солнечное сплетение живот. Пах, промежность ягодицы, еще раз, вес тела, чувство опоры. Ноги от забедра вставок стопам. Субтитры создавал DimaTorzok И вернемся к целому телу, наполняя его еще больше вниманием присутствием, располагаясь в нем в этой форме. И замечаю, влияет ли сама форма, эта поза на текущее состояние. Также можем обратить внимание на дыхание сейчас в течение нескольких дыхательных циклов побыть очень близко со своим дыханием. Каждый дыхательный цикл сопровождаю вниманием, беря этот отрезок времени всего лишь одного дыхательного цикла. Это недолго. Можем начинать от начала вдоха и быть, быть, быть с ним, пока выдох не уйдет в паузу. Потом начать снова, с новым вдохом. Хорошо. И вот мы более-менее настроились. Нужно чувствовать, как мы сейчас. Изменилось ли хотя бы немного состояние ваше общее по сравнению с началом практики. Затем немножко повзаимодействуем с визуальным каналом. Это в какой-то момент времени. Сами решите, когда. Я предлагаю глазам приоткрыться, открыться на удобную ширину. И просто обнаружить этот визуальный канал. Вначале ничего не делая, замечая, когда глаза открываются, вы встречаетесь с чем-то, с визуальным объектом. Как это перерывается, происходит. На что вы обращаете внимание сейчас? Затем я предложу несколько таких маленьких упражнений внутри этого визуального канала. Работа с ним. Сейчас давайте просто посмотрим на что-то. Все что угодно. Все что перед вами. Причем взгляд сам остановится. У этого есть форма, цвет. Можем заметить, влияет ли на нас как-то переживание цвета, формы. Когда есть контакт взгляда с этим объектом. Например, нравится ли вам этот цвет или не нравится. Приятное вызывает оттенок переживания, тональность переживания или неприятное, или нейтральное. В мере смотрения, видения, можем замечать, как меняется ваше узнавание. Может быть, какие-то детали проявляются, которых вы не видели еще секунду назад. Может быть, объем, может быть, еще что-то. Если мы смотрим, продолжаем смотреть, продолжаем смотреть на один и тот же объект пока. Меняется ли ваше переживание, контакт с ним. Следующий маленький акцент. Сейчас мы пока только приготовимся к прощанию с этим объектом, для того, чтобы встретиться с другим объектом визуально. Такой простой акт, когда мы переводим взгляд с чего-то одного на что-то другое. Вот сейчас мы давайте сделаем это сознательно, максимально сознательно. Давайте начнем как будто прощаться с этим объектом. Вот сейчас, после взаимодействия, после контакта, в какой-то момент решите, что прямо сейчас я взгляд переведу. И посмотрите, что почувствуете, как, не знаю, осознайте, что предшествует переводу взгляда, какая мотивация, как она перерывается вами. И как потом происходит выход из контакта, расставание с ним и встреча с новым объектом. Наблюдайте разницу. Вот был один объект, вы с ним в какой-то момент расстались и встретились с новым. Как это сейчас переживается? Когда в поле зрения появляется что-то новое, новая встреча, этот объект может быть на другом расстоянии от вас. У него другая форма, другие цвета, может быть. Какая-то другая история. У вас какие-то могут быть другие отношения с ним. Как это переживается? Продолжение следует... Опять можем побыть с этим объектом сколько-то времени, замечая изменения отношений, пока вы смотрите. Если вам хочется в какой-то момент уже отвести взгляд, вам уже надоело смотреть, например, можем это заметить, когда нам надоедает смотреть, когда мы переживаем, что вроде как уже все видел, все видела. Но если мы продолжим смотреть, может быть, что-то новое откроется. интересно. Хорошо. Это называется проксимика, то, что ближе или дальше. Сейчас объект, с которым вы остаетесь, вниманием, он на каком-то расстоянии от вас. Можем заметить, как это чувствуется сейчас, вот это пространственное отношение к нему. Опять мы можем начать как будто прощаться с ним. Вот сейчас в какой-то момент выйти из контакта, решить выйти и наблюдать, как именно это переживается, как вы уводите взгляд. Встретитесь, пожалуйста, с чем-то, что очень близко к вам. Вот что-то одно из самых ближайших. Любой объект, который вы видите близко. Побудьте с ним вниманием. Просто осознавая, как это переживает сейчас. Да что-то близко. Потом, чтобы почувствовать контраст, давайте выберем одно из самых далеких. Прям приведите взгляд на что-то далекое. Замечаю разницу. Есть ли разница переживания. Вот мы можем несколько раз попереводить взгляд на разные объекты, которые находятся на разном расстоянии от вас. Ближе, дальше. Специально исследую этот контраст. Ближе, дальше. Замечаю, что меняется. Затем мы можем вспомнить об объеме, что не только у нас есть близко-далеко, но еще есть право-лево, высоко-низко. И вот с этими контрастами тоже можем взаимодействовать. Вот если вы смотрите на что-то, находящееся высоко над вами, на потолоке, например. Или смотрите вниз, на пол. Тоже есть ли разница. Хорошо. И еще одно упражнение, которое мы делаем время от ремней, я его предлагаю. Давайте сейчас выберем какой-то объект, вот любой совершенно, на любом расстоянии, удобным вам. И просто побудьте с ним взглядом. Снова. и сначала давайте мы посмотрим на него, как будто на отдельный объект, вот сосредоточившись на нем, сфокусировавшись. И замечаю вот этот процесс смотрения, и как в этом процессе разворачивается ваш контакт. мгновение за мгновением. Мгновение за мгновением. Может быть, объект становится более подробным для вас. Те детали, которые не были видимы, мгновение назад становится видимым. Можем замечать сам этот процесс проявления объекта в вашем переживаемом опыте. И опять старайтесь замечать, когда вам уже хочется закончить контакт с ним. Но продолжите оставаться с ним. А может быть, наоборот, вам не хочется расставаться, и хочется сматриваться, и сматриваться, смотреть, смотреть. Замечается тот процесс, который есть сейчас. Затем, продолжая видеть этот объект, давайте расширим ракурс видения. Мы видим его как часть композиции какой-то, большей. Он есть, продолжает быть в нашем видении. Рядом с ним какие-то другие есть объекты. объекты. И у них и у них есть свои пространственные отношения относительно друг друга. Что-то ближе, что-то дальше. У них формы разные, цвета. можем увидеть какую-то всю целую композицию разных объектов. Поэтому обратите внимание, меняется ли ваше переживание, отношение к тому первому объекту, когда вы видите его включенным в какую-то композицию, в большую картину. затем, если мы после этого снова сузим внимание, сфокусируем опять, как и прежде, на одном этом объекте, но уже испытав опыт композиции. так ли вы видите этот объект как в самом начале, или немножко по-другому, уже зная, что он включен в какую-то композицию. И тем еще раз можем расширить вот к этому более широкому ракурсу. Наконец, еще один шаг. Давайте попробуем еще больше расширить ракурс, как будто бы включая себя, как сидящего человека, тела, объекта же, в эту же картину. Мы тоже уже в пространственных отношениях находимся. Мы часть этой общей композиции. Мы сидим здесь. Вот так продолжаю видеть объект, видя все окружающее его, все отношения, как будто все есть такое отношение. Еще себя переживает та же часть этой сети. меняется ли при этом что-то. Окей. И сейчас опять повторим то, что мы делали вначале. Если мы начнем как-то прощаться с этим объектом, готовясь к выходу из контакта с ним. И потом, только замечая, как переход происходит, можем снова перемести взгляд еще на что-то на другом расстоянии, на другом месте. дальше я предлагаю нам самостоятельно быть с разными объектами, поэкспериментировать любым образом, либо используя что-то, что вот я предлагал, либо что-то у вас придумается свое, как мы можем встречаться в визуального канала с объектами визуальными более внимательно, если мы наполняем этот процесс вниманием. Давайте несколько минут так посидим, экспериментируя самостоятельно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! для каждого канала восприятие. нет, если мы пока смотрим, мы видим объекты, которые распознаем как нечто другое, не себя. Оно находится где-то там, близко или далеко, там. А если мы в этот момент, когда мы смотрим на объект, который находится там, в этот момент, осознаем, что это часть нашего восприятия. То, что мы видим, это тот образ, который мы видим в своем сознании. цвет, форма, расстояние, все это распознается в сознании и достраивается, конструируется в сознании. Все, что мы видим, находится в восприятии, и мы негде больше находиться. Меняет ли это как-то вас, ваше отношение с тем, что вы видите. ваше Редактор субтитров Хорошо, постепенно мы будем завершать стихотское завершение то исследование небольшого В какой-то момент я предлагаю попрощаться с каким-то объектом с которым вы остаетесь своим вниманием решить это как-то самостоятельно когда именно затем можем просто позволить с глазом закрыться и замечать, замечая что меняется при этом когда визуальный канал ушло из восприятия то больше проявляется сейчас и можем также почувствовать общее состояние как вы сейчас после времени всей этой практики этого исследования небольшого как вы телесно, как дышится какое настроение у вас, состояние затем можем снова вернуться к практике благодарности и сегодня я предлагаю раз мы взаимодействовали визуально просто вспомнить какие-то объекты, предметы может быть, ценные вам предметы дорогие с которыми вы встречались взглядом если хотите снова посмотреть на них или просто в своем воображении вспомнить как удобнее вам можем поблагодарить просто за то, что примерно что-то есть из этих предметов не знаю поблагодарить сам предмет или тех людей кто его произвел если это искусственно или не знаю природу если это живое что-то цветок, например в общем если вы испытываете какую-то благодарность кому-то, чему-то может быть, сами себе то, что у вас это есть может быть, жизнь можно сказать спасибо затем можем вернуться к нам к нашей небольшой самке небольшом сообществе опять же если хотите можем вспомнить это в своем воображении в памяти или открыть глаза и посмотреть на окошке в зуме и поблагодарить друг друга я скажу спасибо вам каждому из вас кто вы сегодня здесь кто вы приходите сюда регулярно создавая наше общее пространство если мы приходим значит в этом есть какая-то ценность для каждого из нас спасибо, что мы можем разделить эту ценность тем мы можем повспоминать своих близких с кем мы делим свою жизнь тоже поблагодарить их если вам приходят эти образы близких людей других существ как они перерываются сейчас как вы видите их опять же не обязательно что это какой-то яркий образ может быть может быть мысль просто о них мы можем назвать это словом видения можем также поблагодарить тех кто был раньше с нами и кого сейчас нет уже в нашей жизни может быть в жизни вообще может быть они умерли уже или просто они ушли из нашей жизни мы разошлись на своих путях но если они были с нами сказать спасибо за часть пройденного пути опять же если кто-то вспоминается то как это происходит воспоминание как вы видите сейчас этого человека на каком-то временном расстоянии далеко или близко не только человека да может быть любое существо дорогое вам когда-то бывшие с вами наконец как обычно предлагаю еще вспомнить учителей кто повлиял на вас каким-то важным образом чему-то научил вдохновил на что-то можно сказать спасибо им этим людям опять можем понаблюдать как появляется проявляется контакт с этим человеком нашей памятью нашим воображением не это образ это мысль в нем вот еще хорошо если мы вспомним про эти качества Будды Дхармы и Сангха возникают ли у вас какие-то образы связанные с ними или как-то по-другому вы это переживаете можем заметить это тоже поблагодарить что у нас это есть также поблагодарить себя человек идущего по пути воплощающего пробужденность сангху общества сообщества и затем можем посмотреть сегодняшний день тоже мы говорим это посмотреть туда как будто бы в будущее как это переживает с вами сейчас фантазия о сегодняшнем дне подумать что хотелось бы взять из сегодняшней практики и как вообще в целом проживать этот день к чему возвращаться чем памятовать в нем как двигаться сквозь этот день как отвечать ему событиям всем которые будут приносить этот день хорошо мы можем взять из этой практики что захотим взять и оставить что захотим оставить сейчас давайте погладим мы это обычно делаем по желоту сначала по кругу часовой стрелки потом по всему телу разглаживая потом потянемся раскрываясь как-то разминаясь и снова и снова глядимся в пространстве опять больше включим визуальный канал вот мы видим сейчас это происходит поменялось что-то в вашем контакте с пространством за время практики пошло и по звуку гонга завершим закроем наше пространство практики и 10 минут посвятим творческому отклику аминь 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 есть тембе живой илья скажите просто звука нет илья илья звук а вот так а вот так есть на меня было сегодня таких два переживания одно из них какое-то что-то типа сопротивление потому что уже есть привычка какого-то взгляда в одном положении когда сижу в циа цен то есть уже вот уже это сформировалось и когда взглядом нужно перемещать по разным объектам вот я ощутил сопротивление второе было переживание близости с вещами то есть именно они стали ко мне ближе что ли и и как-то я это почувствовал это это очень интересно то есть однозначно открылся еще один какой-то пласт в которой я буду смотреть чувствовать спасибо большое как по словам догена как пробуждение таблица со всеми вещами двигаться в эту сторону еще немножко владимир скажите просто приветствую всех благодарю за это глубокую и интересную практику но вообще вот это исследование визуального канала но всегда приносит много нового интересного и душеполезного опыта да ну во первых у меня происходит такое утешение сразу практически да и погружение такой процесс начну действительно открыли открылись открылась я тьма вещей смысла бытия вот эти вот простые но очень глубокие это не упражнение это скорее метод который вы предлагаете он действительно открывает основы там основы существования отношения там я и не я и это переживается всем собой я очень признательно я конечно могу рассказать о нюансах было много сегодня но я дам возможность высказать другим но очень глубокая настоящая практика и то что касается работа с другими смсорными модернизм это очень не только обогащает но дает вот такую хорошую опору но здесь есть одна опасность которую себя замечаю это вот погрузиться в мир интересных вещей близость с вещами но опять же вот мудрость древнего буддизма говорит о том что нужно соблюдать баланс потому что можно уйти в странные интересные миры да и не бродить бесконечно вот но вот будем уже сохранять баланс спасибо спасибо зима скажите просто добрый день приветствую всех просто вот этим впечатлением хочу поделиться когда было предмет который близко расположены предмет который далеко расположен давно интересуюсь в ощущениях именно как и как различает человек что это мое это ее я другой как он это различает и здесь было немножко вот похоже на это что тот предмет который ближе мне я ощущала как мое свое и тот который далеко это уже не совсем мое вот в ощущениях так было это большое открытие для меня мне очень понравилось еще предмет который ближе чувство больше к этому предмету как бы это как более знакомый предмет в ощущениях на том когда если начну размышлять конечно все изменится и там как будто хочется заботиться об этом предмете а то что далеко предмет который ощущаю как не свое возникает чувство желания стремление обладать этим предметом приблизить этот предмет вот такое очень интересное впечатление было у меня и это все эти медитации все эти практики которые мы делаем а вот дорогому владимиру я отвечу так что что он сказал что это от предметов надо как-то балансироваться я смотрю на предметы как на свое восприятие когда с внутренней стороны смотрю что это вот отражение внутреннего мира я думаю что тогда вот баланс сохраняется и это эти каждодневные все практики как будто более ярче стали мои чувства мои ощущения света стали ярче как-то все замечаю более ярко и не знаю это очень приятно это очень интересно жизнь насыщается насыщается как будто спасибо спасибо делом именно скажите просто доброе утро огромное спасибо за практику вот да для меня визуальный канал он самый сильный наверное вот на сегодняшний день и я постаралась зайти в него через открытость контакта которая показала мне как я сразу выстраиваюсь в сеть взаимоотношений меня и мира через вход через отдельный предмет который находится в моем окружении и причем тут интересно вот эти объект объектные отношения вот я поясню потому что когда я смотрю на предметы что они являются объектами этого мира и я вхожу через них я включаю себя тоже такой объект наблюдения для своего сознания и тогда я вижу как я встроена многоуровневую но я сейчас попробую назвать это нейросетью где связи с каждым отдельным предметом создают свои связи которые могут вообще не пересекаться между собой но при этом они сходятся и воплощаются через меня вот не знаю насколько это понятно звучит но тогда это получается очень объемная картинка связи с миром и вот здесь очень интересно как при этом работает проксимика где я могу входить вот в эти разные пространства потому что даже смотря на удаленный предмет я вижу еще там проксимику которая меня связывает с разными историями и с разными действиями людей которые совершили в своем мире в своей сети чтобы этот предмет там появился у меня в комнате и при этом я вижу вот это пространство а историю появления у меня в комнате и в каком пространстве она находится сейчас и в каких отношениях я нахожусь с этим предметом и если объединить вот все предшествующие дни сегодняшним днем вот для меня вот это вот ощущение что измерения которые доступны мне и они присущи каждому из каналов восприятия и взаимодействия с миром они присутствуют во всех системах и я могу тренируя свою вот эту вот способность через один какой-то канал давать проход другим системам делать то же самое вот в своей части какая-то такая фрактальная структура нарисовалась которая показывает цельность и показывает еще куда мне идти и к чему могу стремиться вот как раз если говорить о разуме используя метафорическую историю накладывая ее вот на разные каналы с тем чтобы опыт из одной системы переносить в другую и тогда она какая-то более полная получается спасибо и еще кто-то хочет поделиться александра скажите просто слышно слышно я каратенечко я обнаружила в себе значит следующее вот первые дни практики то есть для меня было видимо неожиданно неожиданным и странным обращать внимание вот на запахи так ну так четко так конкретно и на вкусовые ощущения вот для меня это были новые практики упражнения а дальше пошли упражнения которые мы выполняли по крайней мере довольно регулярно и часто и вот я прям замечаю что у меня есть как только как только и практика перестает вот так вот хватать своей новизной вот я сегодня сидела и думала вот ну вот да и вот вот вроде вот пошло вот это вот зрение да и опять вот это вот и действительно и углубляешь и видишь и все это и вдруг стенка потому что вот 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 утыкаясь то ли в скуку то ли в повторение вот не идет в глубину не идет у меня в глубину это и это практика я помню ваши советы валер на тему того что вот как то надо побыть и вот с этой вот скукой вот но пока у меня вот это вот скука и расширение практики вот пока приходит у меня как бы тупик вот то есть все вот вот прям вот перекрывается это вот вот это вот упражнение вот ухожу ухожу в сон вот я хотела узнать что может быть еще может быть или действительно надо просто быть с этим ну вот ну быть да тем что вот так скучно но хотелось бы больше ну как этой внимательности алертности просыпаться туда и как то как то как эту стену перебить вот такой у меня вопрос спасибо спасибо алекс ну здесь вот сильно я вижу лично два пути может кто то еще откликнется но я два пути вижу первое это как раз да это надо всматриваться в саму скуку такое вот само переживание вот как фенологически это переживается ну вот сонливость там не знаю скучно вот а как это чувствуется вот что именно да как это как делать это прям объектом такого вот исследования это один способ а второе это как бы наоборот обратно и вот особенно это может быть как раз например в визуальном канале мне кажется это легко делать вот вот ну я смотрю там комната в которой я сижу каждый день уже два года с лишним если я приехал ну как бы еще одно и то же здесь все вроде бы но если я в принципе просто задам себе вопросом а вот что нового я тут сейчас могу увидеть вот оно обязательно появляется вот как как это по-новому ну не знаю карандаш лежит по-другому ну я могу или вот даже внутри этого упражнения который предлагал там мы смотрим на что-то и замечаем как невидимое еще секунду назад начинает быть видимым вот какие-то детали вот как детализируется это ведь это же новизна проявляется ну как бы ее не было секунду назад сейчас я это вижу и это новизна и обращать внимание на эту новизну ну вот это собственно что можно было бы делать мне кажется но может кто-то еще у кого-то есть какие-то свои еще такие вот приемчики там можно я скажу ну вот как раз когда вот я мне такое серия ну вот сейчас она начнет проявляться знаете он там это как ну вот опять 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 новизна начнет проявляться я это уже знаю снова она опять опять начнет ну может кто-то еще сейчас откликнется да у кого-нибудь есть еще версии свои вот и пока на этот вопрос Александра чтобы далеко не уходить ну вот я можно я готовлю да ну дело в том что вот это вот распаковывание вещей это как бы это называть да это вот чудесные волшебные процессы он никогда не скушен и даже если на скуку таким так взглядит то она тоже исследование скуки очень интересно видеть а вот и вот этот феномен я с ним столкнулся давно много лет назад вот мой первый опыт такой значит в самархе был как раз когда я смотрел на стену сарая она неожиданно распаковалась я увидел вообще все что происходило в ней себя как часть этой великой картины да и более того на что бы мы не смотрели на карандаш на воду на войну более того на чувства какими бы ужасными они не были да мои переживания вот феномен он происходит ну просто надо дать себе время на мой взгляд ну вот так я по крайней мере это делаю и вот джадзен это шикантаза или маджуао это самая веселая практика которую я знаю потому что там действительно я переживаю каждый раз ну вот и тайну мира ну вот надо дать все время вот так я поступаю вот и это очень интересно спасибо спасибо мне здесь еще может быть какой-то просто вопрос такой себе задавать что ну вот скажем как я вот слышу ваш Александр что когда я предлагаю какие-то уже ходы так сказать которые мы делали ну вот там методы исследования какие-то упражнения какие-то известные вам уже у вас возникает это переживание там известности и от этого скуки а вот если меня отставить в сторону вот прям специально и спросить себя как я могу поэкспериментировать и может быть это вызовет сначала тупик а как можно экспериментировать а не вот неизвестно как раз но может быть это поведет в сторону интереса а как я могу с этим поиграть как я могу вот добавить какого-то своего личного творчества это ну как бы я предлагаю какой-то свой набор там практик но у меня лично у меня нет проблем со скукой вот я могу повторять сто раз одно и то же но тогда вот попробуйте может быть сделать это самостоятельно вот искать свои способы экспериментов новых я не знаю или все-таки ну как бы опять же если эта тема какая-то такая я бы честно говоря пошел как раз наоборот в скуку через нее потому что раз она появляется как раз это возникает вообще как некая ну не знаю проблема или тема такая в практике то наверное мне кажется имеет смысл с ней больше взаимодействовать с самим этим переживанием то что за ним скорее всего что-то есть еще окей а можно я добавлю да да мария конечно на эту тему да на эту тему ага да я я очень согласна с тем что поисследовать именно саму скуку как предмет который я сейчас вижу чувствую слышу или как-то там любыми сенсорными возможностями но когда я слышу что ну как будто нет инструмента как это сделать как побыть с тем что ну вот у меня такая фантазия сейчас александра за вас что как будто бы ну непонятно как с этим быть как это можно изучать может быть не точно но у меня родилась фантазия что здесь можно посмотреть именно что со мной происходит когда я ну то есть что со мной телесно происходит когда мне становится грустно вот прям позадавать себе эти вопросы и посмотреть что я что здесь за потребность мне кажется это так интересно встретить ну какая здесь потребность и и тут может родиться интерес разглядывать эту грусть потому что там может оказаться просто ну такие чувства которые до этого или ну в общем не могли никак иначе проявиться кроме как через нее вот в общем это меня очень вдохновляет сразу мне хочется с этим побыть спасибо да да ага да Инна скажите скажите ну вот если я смотрю на это совсем приземленно инструментально я могу из своего опыта говорить это кстати тоже касается и визуального канала как оказалось я еще не убираю из этого поля свойства своей нервной системы иногда сколько может возникать как отклик на какие-то стрессовые состояния которые может собственно докатиться в какой-то момент который я могу не ожидать я не знаю сколько это будет храниться в моем теле потому что ну вот с визуальным контактом один из признаков когда иду по улице и начинаю не видеть людей избегать их это моя реакция беги беги и тогда мне есть вот здесь над чем подумать как я могу регулировать это через свои телесные вот эти проявления и вторая интересная штука это как раз работа со смыслом со смыслом и открытостью к тому что я иду исследовать и действительно когда вот во время процесса могу замечать эту вкуку я всегда возвращаюсь вот к этой истории а что это и зачем это и дальше а как я с этим могу быть ну то есть такое матрешка которая разворачивается и может повернуть меня в конкретные действия а иногда я просто могу это отпустить поняв что сейчас тело не справ не справляется с этим вот близким контактом вот здесь как раз проксимика насколько близко я могу подойти во взаимодействии со своим каналом и тогда мне тело вот точно дает знак о том что оно просто устало и просто можно тихо посидеть вообще не обращаясь к нему и не требует ничего не ожидая это вот как раз предвкушение да ожидание то про что я говорила несколько практик назад это тоже про это же спасибо спасибо да я чуть-чуть пару слов скажу мне кажется мы все более-менее об одном и том же говорим что за этим то есть скука как и любое переживание в принципе которое у нас возникает некий симптом чего-то состояние которое о чем-то говорится и соответственно дальше если мы пойдем именно в это состояние какое-то его такое исследование вот да вы сказали что нет инструмента как потому что сколько оно отупляет какое-то тупое возникает переживание что оно как-то собой в себя забирает в этом есть такая опасность как погрузиться в это и ну как бы для меня лично шикантаза в этом смысле хороша то есть у нас есть какой-то контейнер практики то есть где вот есть там поза форма и я могу в этом как бы сидеть осознавая вот эти волны которые там приходят в том числе волны тупости или волны значит этого какого-то ну скуки и как бы мой способ ну просто продолжать сидеть продолжать сидеть замечая изменения и вот как раз если я делаю акцент на на том что ну как бы я могу спросить сам себя это однородно или нет вот знаете как бы начать исследовать сами свойства этого состояния потому что когда я просто когда оно просто как бы кажется мне каким-то однородным то она запускает сразу процесс ну как бы если это симптом симптом чего-то скука она ну как вот мне говорит она что мне сообщает она говорит давай-ка дорогой займись чем-нибудь полезным например да или как увлекательным интересненьким здесь ты уже все знаешь здесь тебе уже неинтересно давай вот переключись на что-нибудь еще на другое по еще что-нибудь в другом месте не здесь и соответственно если я замечаю вот сам этот ну вот состояние я спрашиваю себя оно однородно я скорее всего ну обычно это происходит я замечаю что нет оно не однородно что в нем как будто есть какие-то пласты в нем есть волны приходит уходит уменьшается усиливается вот если я начну замечать обращать внимание саму динамику состояния опять фенологически как оно проявляется это вот может телесно действительно быть какие-то ощущения ну и вот эмоционально да вот как это скука перерывается как ну вот я говорю что точно какие у меня там синемический ряд тупость какая отрешенность вот это без какое-то безразличие и оно ну вот неприятное такое да и вот вот в эту если я стараюсь смотреть динамику изменение этого я начинаю это замечать обычно что оно неоднородно и вот когда я иду за этой неоднородностью изменчивостью оно обычно куда-то выводит совершенно другое место оно может повести как раз за тем что за этим или куда-то ну или просто вот измениться достаточно сильно ну вот какие-то такие тоже у меня на этот счет есть идея вот Александр пишет спасибо Марии очень интересные ответы окей давайте пойдем дальше вот Ирина Ирина скажите пожалуйста да спасибо большое но мне кажется я как получила уже ответ у меня как всегда вопросов больше вот но вот я хотела задать вопрос вот вчера мне просто там нужно было отойти вот у меня я сидела когда слушала и ну вот была практика прослушание я вдруг заметила совершенно очень сильный шум вот я на балконе рисую я это раньше не замечала а когда мы вчера стали слушать близкое дальнее я даже ушла с балкона то есть я поняла что вот эти машины с грохотом проносятся и я просто вообще ну половина не слышу и главное что вот этот шум он на меня ну вот вы сейчас отвечали собственно говоря за этим значит надо идти этот шум как бы вот тело мое реагирует тревогой напряжением на этот шум вот у меня вчера был такой вопрос опять же что с этим делать ну я себя как бы как новичка считаю в вашем сообществе очень мудрым вот и как бы что с этим делать ну наверное сидеть дальше слушать или все-таки уходить и создавать себе другое пространство вот ну да вот собственно выход я вижу два выхода либо сидеть слушать либо уходить опять ну как бы я не уверен что всегда нужно что-то терпеть да и вот обязательно проходить сквозь ну как просто есть обстоятельства когда мы не можем избежать чего-то тогда наверное имеет смысл учиться быть с этим в том числе с неприятным но если есть возможность перейти в более благоприятные условия то почему это не сделать сознательно если это сильно происходит сознательно ну вот для меня здесь самое главное что мы можем видеть этот выбор что ну как бы если мы говорим все-таки что практика буддийская она ведет к свободе к освобождению большему ну вот один из аспектов свободы это возможность сознательного выбора что я могу решить мне оставаться и быть с этим например шумом и взаимодействовать с ним и находить там какие-то смыслы какой-то интерес в этом вот как бы в таком тренировке ну какой-то не знаю своей устойчивости например да к чему-то что неприятно вот чтобы это меня совершенно не ну как сказать вот ну чтобы я не чувствовал себя жертвой этого да вот наверное вот так собственно для меня вот эта позиция исследователя она как раз противоположна позиции жертвы то есть мы в каких-то обстоятельствах вот у меня сегодня тоже какое-то на удивление шумное утро я даже написал об этом у нас здесь просто стройка началась соседний дом вот и там разрушили дом и будут строить новый вот сейчас там машины эти огромные работают сирены какие-то тут значит эти были несколько пронеслось эти у нас госпиталь здесь собака с ума сошла ну видимо тоже из-за этого шума начала лаять вот это все и понятно что а я же тут еще не только сам медитирую я и веду медитацию меня это отвлекает окей и тогда вопрос я значит теперь жертва этого да ах вот что вы со мной делаете мир что ты со мной делаешь зачем ты так лаешь кричишь воешь звучишь громко меня атакуешь меня атакуешь меня 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 атакуешь меня мир как бы это позиция да я начинаю в нее погружаться и мы можем чувствовать себя вот этой жертвой чего угодно вот жертвой скуки например ах на меня наваливается скука ах все вот и окей как мне с этим быть это же мои состояния да как бы мир меня атакует но я переживаю себя жертвой этого и ну я считаю что один из выходов который собственно и предлагает буддизм это начать этим интересоваться это моментально выводит меня из позиции жертвы в позицию исследователя как будто как будто исследователь это противоположная позиция жертвы как только я становлюсь исследователем я сразу же перестаю быть жертвой а исследование ну действительно здесь уже тогда важны какие-то инструменты как я буду исследовать вот свои реакции да мы исследуем себя вот в этих обстоятельствах в которых мы находимся сейчас в этом смысле мы можем там специально создавать себе какие-то обстоятельства а мне кажется совершенно не обязательно мы всегда в каких-то обстоятельствах скука это вот возникает из-за каких-то обстоятельств жизни раздражение возникает из-за обстоятельств жизни страх стресс что угодно это все вот что-то происходит со мной я не заказывал сегодня шумное утро оно просто произошло для меня вопрос тогда как я иду сквозь это и там я могу находить какие-то свои способы вот но как раз здесь если я исследую это то тогда я могу решить вот что для меня сейчас будет самым лучшим лучшим по каким-то критериям здесь вопрос лучше для чего всегда возникает я чего хочу я чем сейчас что для меня сейчас важно тут мы снова возвращаемся к вопросу ценности еще тут же ценно сейчас что из этой ценности я могу уже выбрать окей сейчас ценно для меня работать с обстоятельствами своими реакциями на обстоятельства, которые я не могу изменить. Например, вот шум. Окей, как я могу быть с этим? Вот, например, я могу сейчас свой опыт сказать тоже из этой сегодняшней практики. Как раз в работе с каналами, как это может прям... Я обнаружил в своем опыте, как это может нам помогать. Например, один из способов. Это как раз переключение модальностей. Вот аудиальная модальность, она меня сегодня атаковала. Потому что я говорю, что я же тут еще не просто медитирую, я на работе еще. То есть я еще веду практику, мне нужно быть в определенном состоянии, как-то мне нужно транслировать это. А тут вот оно... Такие очень звуки, лающая собака непрерывно, еще и воет время от времени. Вот эти лязгающие машины, вой сирен, проносящихся машин. Все начинает... Оно пусть за окном, но все равно доносятся до меня. И у меня естественная реакция возникает. Опять же, как иногарь, нервная система. Она срабатывает. Она запрограммирована, чтобы на такие именно звуки реагировать ну, каким-то... Такой алертностью, которая... Такая раздраженная алертность. Это не просто такое спокойное. Хорошо, я это замечаю. Но у меня есть специальный фокус сейчас был на этот визуальный канал. Я даже это вот в стишке своем отразил, так сказать. Вот у меня есть где-то в фоне, получается, шумный мир, а моя большая сосредоточенность, фокус, он на визуальном канале. И я начинаю смотреть на эти вещи, которые здесь, рядом со мной. Вот не там, на улице, где все шумит и лязгает. А вот у меня тут торшер, моя камера, вот чашка, там окно, само... Ну, в общем, все вот эти вещи. И они какие-то вот как раз мои, они родные, они уже привычные. Я в них могу как будто отдохнуть, получается. И они со мной говорят каким-то таким очень тихим, спокойным языком. Ну, как будто, да, визуальным образом, визуальным языком. Я понимаю, что вот сам этот способ оставления фума где-то в фоне, да, я замечаю его, но он в фоне. А больше мое внимание вот в этом визуальном канале, где вещи говорят тихо. Ну, и я в своем опыте обнаружил, что это балансирует. Значит, я меньше уже... Меня меньше тревожат эти все шумы. Они меньше на меня воздействуют именно вот как-то каким-то образом негативным, так сказать. Я могу оставаться вот, собственно, в самом процессе тогда. Ну, вот такой способ. Да, но он требует... Понятно, что он требует тренировки. Это умение переключать внимание, срыватачиваться на чем-то больше, а другое оставлять в фоне, сознательно это делая. Даже если оно будет туда время от времени отбегать. Ну, вот там собака залаяла, внимание, естественно, опять же, оно автоматически туда прыгает. Окей, я могу заметить, снова вернуться к визуальному. А здесь у меня вот как бы тихие вещи, контакт с ним. Вот. И, опять же, это вопрос выбора, который мы можем совершать, ну, как-то более сознательно, если мы в целом вот сознательны, делаем это сознательно. Включая вот как раз это исследование, и дальше уже решая, что будет сейчас наиболее уместным, наиболее таким для нас в данной ситуации лучшим. Вот. Ну, вот. Да. Так, поэтому у меня нет ответа, а что вам нужно делать, уйти или остаться? Я не знаю. Ответ, что у вас есть выбор. И обнаружение этого выбора, мне кажется, это хорошо. Окей. Лар, скажите, пожалуйста. Приветствую всех. Благодарю за практику. Я сегодня даже отошла от окна, потому что у меня так громко оттуда. Это просто какой-то, это ужас какой-то. Закрыть я его не могу, потому что у нас наступила жара, душно, и с утра можно ещё как-то добавить немножко воздуха. Но мне так всё ярко, шумно и много в эти дни практики, что я очень, я даже устаю. Просто устаю. Вот я вчера не участвовала в практике, но к вечеру я испытывала просто колоссальная усталость, даже просто вот мышечную, физическую усталость от всего. Такое ощущение, что я хожу, как это, растопырив ворсинки и всё это чувствую и слышу ещё вдобавок ко всей своей чувствительности. И вот для меня действительно вопрос, как-то этот новый уровень как-то для себя встроить его и как-то его дозировать, потому что с тем уровнем, который у меня был, когда я так высокочувствительно себя считала, но я нашла свой какой-то комфортный режим взаимодействия с миром, то сейчас что-то происходит, и это происходит не только из-за практики, это в принципе происходит какой-то период времени, большие изменения, и эта практика ещё больше включает меня во взаимодействие с миром, я так уже начинаю прямо отодвигаться. Ещё сегодня утром я проснулась и поняла, что у меня резко снизилось зрение. Ну, бывают такие периоды у меня, когда оно вдруг падает, я просто беру телефон смотреть и понимаю, что у меня расплывается на привычном мне расстоянии, и я начинаю там двигать дальше, протирать глаза, потому что там какая-то мутность, то есть вообще что-то происходит со зрением, и я не знала, что сегодня будет визуальный канал. Я вот прихожу на практику и здесь зрение, я говорю, ну, приехали. Так вот, эта вот ценастройка, она меня всегда, ну, на самом деле радует, что как-то вот я вроде бы вот вчера пропустила там из-за тренировки, но всё равно процесс в групповой динамике как-то присутствует. И всю практику я наблюдала своё желание отстраниться и уйти как можно дальше, то есть предмет, который был мне близок, ну, просто уже очень быстро этот контакт стал мне невыносим. Я убегала от этого контакта, я отдыхала на той лампе, которая стоит максимально далеко от меня в комнате, но в конце концов мне захотелось и её отодвинуть ещё дальше, то есть мне хотелось раздвинуть вот от своего пространства, чтобы здесь вот никого не было, ничего не было, растопыриться, разложиться в этом пространстве самой и ни с чем и ни с кем контактировать. И в этой точке я понимаю, как я встала от контакта. То есть это где-то уже на уровне, ну, я не скажу, что это выгорание, но это прям такой вот жёлтый флажок для меня, который я, ну, так, я как бы держу себя, что я тут бережно-бережно, но тут мне буквально мне выбрасывают жёлтый флажок, что сейчас мне нужно как-то более внимательно отнестись к своему состоянию. Ещё по поводу скуки, мне в принципе скука что-то, нет? У меня в принципе такое состояние, как скука, ну, пока у неё такое ощущение, оно часто задавалось этим вопросом, находясь, мне как будто бы оно незнакомо, я не знаю, как это, скука, ну, что происходит или со мной происходило бы, если бы мне было скучно. У меня скорее вопрос дефицита концентрации, но не из-за скуки, а из-за обилия импульсов, на которые я реагирую. Они просто меня вот выдёргивают, выдёргивают, и сегодня мне было очень трудно быть в практике, не только вот из-за контакта визуальной близости, а ещё из-за того какой-то, не знаю, мысли-мешалки, бетона-мешалки у меня в голове, в теле, в сознании, которая выдёргивала меня постоянно, выдёргивала моё внимание то туда, то сюда. Я уже отложила всё, сняла браслет, чтобы он мне тут не светился, там, отключила блютуз, отложила телефон, но он светится, я его разве повернула, чтобы нет, просто я вот-вот во все стороны просто, и это скорее вот не про спуку, а про то, как какой-то куча мала импульсов и раздорожителей, на которые я сейчас выдёргиваюсь, для меня это очень трудная практика сегодня. И ещё вот садиться и распаковывать. Спасибо. Спасибо, Лара. Ну, бетонной мешалкой мы завтра займёмся как раз. Но здесь мне кажется, знаете, что вот если вы такое переживаете, мне кажется, вообще хорошо, что вы это переживаете, в том смысле, что вы осознаёте это всё. И дальше просто, мне кажется, как раз следующий вопрос, как уменьшить количество раздражителей, как сделать это более минималистично. Мне кажется, не зря, например, дзен славится такой своей минималистичностью вообще. Это как бы связано с японской в целом культурой, она такая достаточно минималистичная. Ну, именно вот я сейчас вот это сказал, а потом вспомнил всякие японские... У них есть эти аспекты тоже яркие броски и много всего. Это тоже сейчас, особенно в современной культуре. Они как это совмещают. Но вот эта дзенская часть, она, конечно же, славится своим минимализмом, когда мало всего, мало вещей, мало объектов любых каналов, во всех каналах. Поэтому, может быть, просто посмотреть, как вы можете уменьшить количество объектов, с кем нужно контактировать и находить вот опять и с проксемикой с этой, да, вот как удобно, как удобнее сейчас, где можно отдохнуть, взгляду отдохнуть, слуху отдохнуть. Вот есть ли такие... Ну, часто на природе где-то там, не знаю, в парках, сейчас, слава богу, лет, все-таки можно находить возможности какого-то, вот чтобы сильно эта нервная система наша находила возможность отдыха, потому что она все время если в активном состоянии вот от этого непрерывного контакта, то усталость просто естественно приходит. Для меня это... Я совершенно не очень отзываюсь, что вы говорите, потому что для меня это идеальная история, когда вот просто, и опять же, когда ем, предпочитаю есть один продукт, максимум два. Для меня простота очень важна, и вот то, о чем вы говорите, это действительно фокус моего внимания всегда, как вот это делать. Ну, сейчас такой период, когда количество задач, поскольку я выхожу на какой-то там профессиональный новый уровень, там проекты, там, и вообще все какое-то, все как-то меняется, что сейчас вот я как будто вывалилась в какое-то совершенно новое, и вот сейчас здесь нужно будет вот опять это все выстраивать, потому что вы говорите, да, в каком-то совершенно новом режиме для меня. Спасибо, спасибо за это напоминание. То есть, да, структуру какую-то новую, просто теперь надо выстроить, как бы навести порядок какой-то новый, и сегодня буквально в физическом, может быть, мире, там, в смысле, где уже есть, то, что вы сейчас описывали, там буквально вот эти объекты, которые на вас. Знаете, вот я сейчас последнее скажу, вот одна из моих любимых писательниц, Рус Азеки, я ее там часто упоминаю, рекомендую, она просто женский практик, и даже она посвящена, у нее есть это ординашн, она священница, женская священница, вот, и у нее есть книжка, которую я часто упоминал, рекомендовал, она есть на русский переведена, A Tale of the Time Being по-английски, но на русский перевели Моя рыба будет жить, ну, в общем, и, но у нее есть другая книжка, последняя, которую она написала, она про вещи, как раз там герой, главный герой, мальчик, подросток, такой ранний подросток, лет 12-13, и с ним начали разговаривать вещи, ну, в смысле, они говорят с ним, и понятно, что, ну, как там есть несколько позиций, как мы можем на это смотреть, есть такая психиатрическая позиция, ну, что мальчик просто сошел с ума, с ним вещи разговаривают, есть позиция, такая вот дзенская, ну, другая там, да, ну, как бы, окей, но вот просто сам процесс, когда он, это начинает его атаковать, причем эти вещи часто, они как бы злые вещи, они часто ему говорят, приказывают делать что-то, ну, там, например, ножницы, ему говорили, что ты должен там учительницу ударить, значит, ножницы, ну, вот, как бы этими ножницами, ну, то есть, такое вот, ну, как бы, опять же, с психиатрической точки зрения, это все, это шизофрения, значит, вот, но там просто она описывает процесс, что это невыносимо для него становится, сколько, что эти вещи орут, они кричат, они все преследуют, он не может, самое главное, что от этого никак, вещи все время нас окружают, то есть, мы не можем оказываться в вакууме, вот, где бы я ни был, там все время есть какие-то объекты, чашки, столы, дома, везде, окна, вот, и это все с ним говорит, и все это вот, создает этот шум, и в его голове, в его сознании, ну, и там, в общем-то, описывается его процесс, сквозь это, так сказать, там, библиотеки нашел, такое пространство, где он может говорить и с книгами, ну, вот, где они там, мудрые такие, и тихие голоса, библиотеки же тихо говорят, в том числе книги, вот, ну, то есть, это какой-то вот, понятно, что это какая-то метафора, ну, это роман художественный, мы можем вот так как-то смотреть, как, если вещи начинают нас атаковать, как вот так, да, прям переживаем в опыте, то как находить способ взаимодействия, взаимодействие с этим, если мы не можем от этого уйти, вот они, они здесь, эти вещи, они говорят с нами, как нам тогда можно это структурировать, как-то больше, вот, Лара, я очень люблю библиотеки с детства, ну, да, библиотеки, я вот тоже, естественно, находил там покой, а дети, скажите, пожалуйста, ты, мы уже перешли на ты, с тобой, скажи, пожалуйста, любимые дети, доброе утро, любимый Валера, любимая санга, всем привет, спасибо за практику, я не про скуку, я хотела сказать про мою практику сегодня, я вот, у меня было такое предчувствие, что это мы будем все время сидеть с открытыми глазами, а все время сидеть с открытыми глазами, но это для меня до сих пор еще не очень привычно, и это вызывает, ну, это просто вот еще какое-то усилие надо к этому прикладывать, это не так, как с закрытыми, и когда мы начали упражнения делать и выбирать предметы, у меня перед глазами вот этот вот стул, который на веранде стоит, и вот это вот, ну, да, вот, ну, 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 ничего интересного на нем я не вижу, там, ни формы, ни цвета, ни перехода, и в какой-то момент я заметила, что мое зрение, мое восприятие уже перешло на стол, хотя мы еще должны были быть на первом предмете, и потом уже Валера, когда сказал про второй предмет, я так как-то неожиданно для себя подумала, не, ну, вот стол еще рассматривать, это я уже не могу, и я вторым предметом, у меня сегодня был фьорд, вода, которая передо мной, и тут меня просто, и тут меня как-то очень порвало просто, то есть, это оно такое большое, и оно такое необъятное, и оно вот как-то, вот этот фьорд, он был внутри моей головы, и только фьорд, и больше ничего, и я все сидела, и сидела, и с закрытыми, с открытыми глазами вообще не было никакой разницы, и это было так необычно, и так просто, вот до сих пор у меня ощущение, что у меня в голове все время, вот оно у меня в голове, и небо, и фьорд, и остров, и такое большое-большое пространство у меня в голове, хотя я смотрю там на Валеру, или на стул, оно все равно так, уу-у-у, все в голове тоже, нет, Валера, больше небо, чем тебя, прости, и это очень необычно, просто вот, как будто оно зашло, и оно у меня в голове без, и я как-то, ну, я не пытаюсь от этого избавиться, но оно есть, и это что-то, что я не контролирую. Это очень интересно. Да, и вот ощущение, что моя голова, она какая-то очень небольшая. Спасибо большое. Спасибо, Дитя. Знаете, такой есть, был, человек Дуглас Харзинг, по-моему, его имя англичанин, он такой представитель вот сейчас современное духовное движение, то, что называется нео-адвайта, то есть это как бы недвойственное движение, но современные учителя, они по-своему западные уже учителя, они опираются на традицию индийскую, где это родилось, а как-то исходит из своего опыта. Вот этот Дуглас Харзинг, он тоже испытал просто переживание такое, странное, он там путешествовал, ну, был таким в молодости духовным искателем, как мы все здесь собравшиеся, и вот он там путешествовал где-то по Гималаям, и он написал этот опыт, когда вот он где-то стоял там на горе, смотрел на всё, и вот он видел, вот мир, ну, вот мир, весь город, небо там, вот как-то сейчас горит, что-то там, вот он смотрит там, вот руки его, тело, всё, которое он может видеть, а головы нет. То есть, что он голову-то не видит, то есть, вот что там, там ничего нет, там ничего нет, и там вот это, как бы, всё, получается, вмещается в него, во что-то, что он не может увидеть, но чем он является. Но это, как бы, вот как раз вмещает в себя всё, горы, небо там, и вот это тело, которое видит. Но то, что видит, он как бы не может это сделать объектом, и не надо. И вот он просто это переживает. Ну, вот, собственно, такого с ним случилось, это пробуждение, просветление, в таком виде, он просто это именно так описал. И потом он, собственно, начал этот безголовый путь, так это назвал, что, ну, как бы он придумал там серию упражнений, которые, опять, для кого-то они могут чуть-чуть так вот сместить, как бы, сознание, внимание. Ну, вот я даже предлагал одно из упражнений, но мне нравится. Можно, хотя давайте его сейчас прям сделаем. Вот, просто надо его сделать так, по-настоящему. Вот, возьмите пальцем, укажите куда-нибудь, на любой объект. Вот, как раз он связан с нашим визуальным. Вот, любой объект, прям пальцем на него покажите. Даже если вы делали это уже со мной, давайте проделаем еще раз. Вот, палец указывает на объект, у которого есть форма, цвет, расстояние до вас, да, там, размер. Окей. Мы это просто осознаем. Вот, объект там, вы здесь, вы смотрите из себя туда. Потом мы можем указать еще на какой-нибудь объект, другой. Другой. Вот у него есть другая форма, другое расстояние до вас, другое все, другой размер, и так далее. Окей, можем указать в экран телевизора, в экран компьютера, на кого-нибудь из нас показать. Вот, ага, значит, вот там человек сидит, вот тоже как объект, да, то есть в нем объект восприятия. Хорошо. Потом мы какую-то свою часть тела, там, нога, рука, вот что вы видите, тоже объект, у него есть форма, цвет, там, и так далее. А потом вот мы делаем такой хитрый фокус. Укажите в свой глаз, вот именно последуйте как бы за тем, куда это указывает. Есть там форма, цвет, что там, как там. Вот. Ну, понятно, что вы видите палец, но если вы видите именно туда, за пальцем, глаза туда, куда-то. Вот, это его изобретение было, Дугласа Хартинга, что оно может как-то на мгновение что-то такое сделать, сместить так, вау, там как, там же нет сети, там нет никакого объекта. А что там, как это, это что, как переживать? Вот. В общем, это просто как такое, вот, у него книжка есть про безголовый путь, может быть, интересно будет почитать. Он прожил долгую жизнь, сто лет прожил с этим, без головы всю жизнь. окей, спасибо, идите. Мария, скажите, пожалуйста. Да, еще раз всем добрым. Я хочу поделиться тоже, как у меня проходят, вот, последние, получается, три уже дня, касание, то есть касание, слушание, касание, и вот сегодня осмотрение, и вот мне хочется присоединиться немножко к Кларе, что есть какой-то еще процесс свой, и он здесь обнаруживается, да, в практике, через вот эти каналы восприятия, и я действительно встречаю, почему, может быть, я еще так очень откликнулась на все, что было сегодня про, ну, когда много, когда раздражение, когда грусть, потому что у меня вот весь этот набор, и интересно, что это все, вот, то есть как будто я все по-другому, мы много из этого делали, там, в течение двух лет, и это переживалось всегда очень как-то, вау, и так вкусно, а тут вдруг вообще все не вау, вообще все очень болезненно, близко, много, громко, вот когда было касание, я в творческом отклике поняла, что, ну, у меня настолько, как будто перестимулировано восприятие через кожу, но у меня здесь был близкий человек, я поняла, что мне нужны крепкие объятия, я просто в творческий отклик попросила, чтобы меня крепко обняли, и когда меня обняли, я поняла, что я буду плакать, и я плакала, и это было классно, и я поняла, что в этом процессе нет ничего неправильного, и я очень благодарна за то, что мне здесь так безопасно, теперь, еще более, что я могу встречаться с тем, что внутри моего опыта сложное, и я как будто хочу этим поделиться, что, ну, такой еще есть взгляд, который можно посмотреть, что если я что-то проживаю, что, что это не что-то со мной не так, а что, что-то в моем опыте есть, чему долго не было места, а сейчас вот здесь оно появилось, и вот это как-то меня очень расширяет, и я радуюсь, и очень благодарна, что сейчас это все происходит здесь, со слушанием было то же самое, потому что два года до этого, сколько мы и слушали гонку, у меня было такое вау, расширение всегда, а тут я понимаю, что я не только не могу расшириться в этот звук, и уйти куда-то, я не хочу, вот я прямо сопротивляюсь, и вот как с грустью у меня пришло, что я на самом деле хочу встретить, ну, свое вот это сопротивление, и вообще как бы оттолкнуть все звуки, и что сейчас мне это важно, но до этого я сказала, что у меня есть процесс, который как бы он вне практики, и я его здесь, ну, раскрываю, потому что это важно, я обучаюсь сейчас на еще одном там, соматическом курсе, и мы там очень много работаем, с перинатальными, пренатальными периодами, и это как-то так наслоилось здорово, и с клиентами тоже, я работаю очень много с погружением туда, вот эти процессы, и как будто ищу, ну, вернее, не ищу, они сами проявляются, те периоды, которые хотят быть вот, ну, услышанными, увиденными, и сейчас еще, когда Адите говорила про воду, я вчера, ну, поняла, что вот это даже слушание, у меня какое-то время, может быть, уже недели три, у меня приходит уже мысль, что мне надо сходить к хлору, ну, к уха горлоноса, потому что я как будто слышу, ну, немножко иначе, вот кто-то, кто говорит очень четко, я слышу четко, а кто-то, кто говорит немножко не так ясно, у меня получается такое, бульканье, особенно онлайн, и у меня ощущение, что я слушаю как будто через воду, и вот когда Адите, мне отозвалось, в моем восприятии как будто много каких-то таких защит, в плане, ну, вот как внутриутробная жизнь, жидкость, я может быть сейчас много чего мешаю, но это есть сейчас во мне, надеюсь, что это не будет много для вас, как будто есть не совсем такое до конца рожденное состояние, как будто часть меня воспринимает еще мир, вот откуда-то оттуда, из мамы, из внутренних каких-то таких состояний, немножко смущает сейчас это говорить, потому что у меня тут очень много переживаний интересных, и я понимаю, что они не все про то, что здесь происходит, вот, наверное, здесь буду завершать, а сегодня, сегодня я тоже, у меня есть память о том, как это было для меня вау, когда первый раз, Валерий, для меня первый раз, ясно как-то было, предложили видеть предмет, а потом, что он вписан, а потом, что я вписана, я помню, у меня это было таким, ну, что я настолько перестала быть вот этой отдельной, и стала быть вместе со всем, и сегодня у меня, когда я смотрела на предметы, и вы предлагали, это у меня было такое ожидание, ну, сейчас у меня будет вау, его не было, но я поняла, что это была какой-то, ну, большая ширина еще, то есть я уже этот опыт знаю, и он во мне есть, и он как бы не только во время практики приходит, и мне хотелось быть дольше с одним предметом, наоборот, не хотелось покидать, хотелось быть, быть, и быть, потому что как будто уже этот предмет вписан был с самого начала, без предложения, и я в нем тоже как будто смотреть из пространства, в общем, приятно из вот этого, того, что объединяет, вот все, спасибо большое за то, что ты так долго меня встречаешь, вот, большая благодарность за этот ретрит и все дни, спасибо. Спасибо, Мария. Ну, и пару слов скажу про это, вот вау-эффект или не вау. С одной стороны, конечно же, для нас, я думаю, для всех есть ценность этой новизны, вот о чем сегодня Александр говорил, что нам интересно, когда мир открывается как-то по-новому, когда мы можем сказать это вау, когда мы можем сказать это о. на что делать сегодня, когда, ну, вот рутина, когда повторение. для меня ценность практики именно в повторяемости вот этих даже каких-то приемов, упражнений, что они все-таки постепенно делают это навыком, понятно, что тогда эффект вау-эффект вот этого вот какого-то инсайта, обнаружения такого яркого очень уходит, но зато сегодня это становится навыком, и тогда может быть вот эта тайна жизни, ну, просто для меня опять меняется какой-то свой набор ценностей, вот один из них, который я называю тайной жизни, вот это вот как соприкосновение с этой таинственностью происходящего. Вот мы сейчас говорим о каких-то своих отношениях с жизнью, с миром, там вот кому-то скучно, кого-то слишком много чего-то, перегруженность, там нервные системы и того и сего. У нас война, у нас горе, у нас много чего происходит сейчас. Вот одновременно с этим всегда, в любой момент происходит тайна жизни. Вот прямо сейчас. Тайна жизни, тайна сознания. Мы знаем, что такое жизнь, мы знаем, что такое сознание, не знаем. И вот контакт с этим, ну, я не знаю, это моя личная ценность, мне очень важно. Тогда получается, что, окей, у меня могут быть какие-то эти иногда вау, там, время от времени, они не могут быть все время, не могу, не могу быть все время в этом состоянии, вау, непрерывным. Но они ценны, окей. Но есть еще и навык, что какого-то возвращения, что эта тайна всегда здесь, она близко, она ближе, чем дыхание. Это и есть я. Сознание таинственность этого происходящего. И вот это вот, и тут без вау, может быть, возвращение такое, о, вот же он, он уж здесь, он уж здесь. И вот эти вот настройки, какие-то упражнения, там, вот эти хитрости, какие-то работы с вниманием, они могут потихонечку, если мы их повторяем как раз, создавать этот навык близости с тайной всегда фактически. Если я забываю, то мне тогда, может быть, легко ее обнаружить, прямо вот, она же вот, она же здесь, она же всегда, она же... Это вот как я, например, со слухом тоже часто предлагаю, такое вот, а если мы прямо сейчас вспомним, что мы слышим, просто, все время слышим, 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 слышим как объект. Я говорю, вы слышите мой голос как объект, который приходит к вам. А если я просто вспомню, что слух здесь, оно же, ну, я не знаю, как с вами, но со мной, это моментально что-то делать, такое, вот это такое, о, такое, оно же, вот слух, он был здесь, что я не осознавал сам процесс слушания, как бы, я вот замечал только объекты слушания, а тут я вдруг заметил сам слух, и, и как будто меня так открывает, чуть-чуть, чуть-чуть. и вот это вот, например, для меня тайна, она вот так же примерно откроется, она вот раз, и она здесь, она всегда была здесь, она никогда не уходила, она все время со мной была, потому что я, если я живу, если я осознаю, вот я все время в этом нахожусь. И просто можно как-то вспомнить, и сам, ну, памятование, вот это и есть навык, и он вот может через практику, как раз повторяемостью воспроизводится. Ну вот это для меня так, я не знаю, как вы с этим соотносите. Вот. И тут сейчас как раз Лара откликается на ваше слово, Мария. Мария, благодарю, точно мне нужно крепкое объятие. Для меня это тоже было вау-эффектом и очень исцеляющим моей реакцией восприятия проживания. Окей, давайте я так вот еще продолжая эту Мария написали, я прочитаю тогда это сразу. Александра, поделюсь моими способами встречи со скукой или сопротивлением, то, что происходит сейчас. Что если грусть меня от чего-то защищает, обнимает, что если грусть меня от чего-то защищает, обнимает, бережет? И когда я могу с ней побыть не с желанием ее преодолеть, а с вау-грусть, ты меня оберегаешь, как это ощущается? Как я могу тебя встретить? Как я могу встретить себя в грусти? Что если грусть хочет быть встреченной и приходит, и приходит? Поисследовать, какая у грусти форма и цвет, если она предмет, например. Тут много, много, много интереса. Спасибо большое, что поделились своими процессами. Ну да, вот еще раз, как-то фенологически грусть переживается или сильно можно добавить даже фантазирование определенное, если вот есть грусть или скука, а то, как это, какой цвет, какая форма, какая фактура. Вот добавить до этих как раз модальностей, как это выглядит, как это слышится, как это чувствуется, просто задавать себе такие вопросы и послушать ассоциативные ответы. Может быть, это сегодня куда-то приведет. Окей, давайте я еще прочитаю, что мы написали как отклики на практику. Я написал, какое-то шумное сегодня утро. Мир за окном гремит, лязгает и лает, но вещи вокруг тихие и спокойны. Они говорят со мной шепотом. Алексей, упал мой взгляд сегодня на очки. Уже плюс два. Чтобы лучше видеть мир вблизи, внимание к деталям жизни дают мне два. Немного выпуклых стекла. Нет мелочей в событиях и людях. Владимир, тайна вещей, тайна привязанности, тайна свободы, открылась сама собой. Быть вместе со стулом и льдом, с дыханием и игрой света на стекле, страхом и скорби, быть этим и тем, не отожитляясь и не убегая. Может, это и есть путь? Быть или не быть, с дыханием и небом, закрыть или открыть глаза, кто выбирает и кто принимает решение. Это механика свободы и несвободы. Благодарю за практику. Так, Таня написала, сейчас я переведу. Визуальный канал «Мой истинный дом». Сегодняшняя практика была особенно легкой и приятной. Возможно, это было так, потому что я была в своем саду на балконе. В месте, которое я создала сама из семян и ростков в моем убежище жизни и красоты. И даже звуки не были такими тревожными, поскольку я была погружена в эту красоту. Так, я читал, читал, читал. Катерина пишет, спасибо за практику. Лара пишет, я очень люблю библиотеки с детства. Так, одите. А вода — это объект или состояние текучести? Или часть неба? Или сознание? Какое же оно красивое? А Лара отвечает, тоже водите. Благодарю вас за ваши отклики, когда вы говорите о фьордах, показываете то, что вас окружает. Во мне что-то глубокое отзывается каждый раз, что-то корневое. и на детей еще пишет. Самое главное — не залипать, даже если нет разницы между движением воды и моего сознания. Хорошо. Ну что же, завтра мы займемся шестым каналом. Это вот если мы говорим, что у нас есть пять окон восприятия, направленных в условно-внешний мир, то шестой, который мы выделяем специально здесь в этой концепции парадигмы такой, модели, которую буддизм предлагает, это вот окно внутрь, когда мы можем различать фенологически, опять же, как феномены свои мысли, чувства, состояния, то, что мы определяем как внутренний мир. Завтра мы с этим повзаимодействуем. Хорошо. Можем открыть окошки. Кто может хочет. Спасибо за встречу. До следующих встреч. Счастливо. Спасибо. Продолжение следует...